В зоне АТО серьезное обострение на подступах к Донецку. Сегодня в Песках боевики мощным минометным огнем накрыли позиции украинских армейцев. Трое бойцов ранены. Во время одной из атак противник задействовал даже бронетехнику. Все подробности узнаем от Геннадия Вивденко. Участнику нашей съемочной группы, водителю Сергею Байдале, удалось снять эвакуацию только что раненых бойцов. Один из них в тяжелом состоянии, двое средней тяжести. По нашим данным, когда военные рыли окопы, снова начался обстрел из гранатометов. До этого противник выжигал здесь украинские позиции. Вот видно по этому дереву, как оно обуглилось, какова была температура. Это работа зажигательных мин. Вот сейчас противник перешел уже на более тяжелое вооружение. Работая с 120-ми минами, применяет БМП. Бой длился целый день. На территории Песок мощные разрывы 120-мм мин. Накануне бойцы насчитали их около трех десятков. Где-то сейчас это как минимум, может даже больше. И мины, по-моему, улетели 120-е. Последние буквально несколько дней они уже начали проявлять такую активность. А мы молчим как всегда. Обстрелы поддерживали и боевые машины пехоты врага. Вели огонь по всем позициям вокруг Песок. Такого обострения бойцы не помнят с конца августа. И БМП, и 120-й, и стрелкотня. В общем, все сразу, и все в кучу, и по всем позициям. Хотели вызвать ответный огонь от нас. Я не знаю. Шатают нас, получается? Ну, расшатывают. Да, пытаются расшатать. Эту улицу бойцы называют улицей жизни. Самое главное на ней выжить. Здесь нужно оценивать ситуацию каждую секунду. Передвигаться быстро, прятаться под руинами. С той стороны начали работать вражеские снайперы из российских пулеметов «Утес». Можно там лечь, и разорвет тебя на куски. Тем более пули разрывные, из крупнокалиберного пулемета. Даже этот бронежилет не поможет. Бойцы рассказали, со стороны врага была попытка открыть огонь из танка, запрещенного Минском. Однако засечь украинские позиции из-за огневого умолчания бойцов не удалось, поэтому танк удалился. А вот нашим военным во время одной из контратак удалось ликвидировать трех боевиков. Геннадий Вивденко, Богдан Савруцкий, Сергей Байдала. Подробности телеканал «Интер» из Донецкой области.